Песня «Наше единственное упование» 129 и 130 Псалом Песнь «Восхождение» Из глубины взываю к Тебе, Господи! Господи! Услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Песнь «Восхождение» Давида Господи! Не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, и не успокоивал ли души моей, как детяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Размышления, часть первая. Мольба к Господу. Псалом 129. Этот псалом – отчаянная мольба о прощении и искуплении, что один лишь Господь может даровать своему народу. Несмотря на свои грехи, псалмопевец приступает к Богу, зная, что Господь не только праведен, но и полон милости и сострадания. Многие люди боятся Божьего присутствия, стыдясь поступков, совершенных в прошлом. Угрызения совести и сожаления – естественные чувства. Но давайте не забывать, что Божье требование совершенства было полностью исполнено в Иисусе Христе. Мы все согрешили и лишены Божьей славы. Давайте взывать к Богу и просить Его очистить нас от грехов, твердо зная, что Он всегда ждет нас с распростертыми объятиями. Применение Что мешает вам обращаться к Господу? Почему, даже совершив грех, вы можете с твердой уверенностью приступать к Нему? Размышления, часть 2 Успокоение души 130-й Псалом Давид говорит, что хочет успокоить свою душу и быть довольным в присутствии Господа. Этот человек – великий царь, но решил не увлекаться личными амбициями и не заноситься на высоты, которые могут отвлечь его от близких отношений с Богом. Давид успокоил себя и стал как отнятый от груди ребенок, который больше не думает о материнском молоке. Мы с легкостью начинаем тревожиться, как бы чего не упустить в этом мире. Единственный способ найти покой нашим душам – это верить в Иисуса Христа. В крепких объятиях нашего Господа есть все, что нужно. Применение Каким образом личные планы и амбиции мешают вам обрести мир в душе? Как на практике вы можете проявить еще больше доверия Господу? Молитва дня Небесный Отец Как часто я позволяю заботам мира сего увлечь свою душу? Обнови во мне желание жаждать тебя, а не чего-то другого. Помоги мне прежде всего искать Твоего Царства и Его правды. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok